А мы также продолжаем наш эфир, а у нас уже впереди наш третий гость долгожданный, который мы оставили прямо на десерт, да, скажем так. И это специалисты по Wildberries, Айпери и Эмиль Турусбекова. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Как вы до нас доехали? Как вы нашли время к нам приехать, поделиться своим опытом, со своими знаниями? Было ли легко нас найти? Найти вас было, конечно, легко. По вашему приглашению мы подготовились с утра, собрались. А как ваш настрой, чтобы сейчас поделиться с бизнес-планом, провести такой, скажем, мини-тренинг для наших телезрителей? Да, классно. Готовы делиться знаниями. Отлично. 24 на 7. Хорошо. Ну и тогда первый вопрос сразу, что такое платформа Wildberries, и можно ли об этом поподробнее прям и в полных красках, так сказать, рассказать? Ну, Wildberries – это онлайн-магазин, marketplace, куда продавцы выставляют свой товар и работают над тем, чтобы его правильно продать. Мы как люди, которые обучают правильно выходить на Wildberries, правильно размещать товар, правильно юридически все это оформлять, ИП открывать или ОСО. В общем, это, можно сказать, такой огромнейший магазин альтернативы Амазона, который вот по всему миру сейчас, наверное, торгует товарами разными абсолютно, начиная от зубной щетки, заканчивая шинами и колес. Вот Wildberries – это аналог Амазона, только на странах СНГ. И сразу отсюда вопрос, да? Как вы пришли к этому? Как зародилась идея именно к нему обратиться? Когда-то мы создавали бренд детской одежды и заказывали товары у цехов, и мы раскачивались в Инстаграм через Таргет, к нам стали обращаться россияне, спрашивали, можете ли вы отшить для Wildberries, то есть тогда мы услышали, что есть какой-то такой онлайн-маркетплейс. Потом начали интересоваться и следить за экспертами, и увидели, что на самом деле это очень актуальная тема, и она особенно сильно выстрелила после карантина, когда магазины все закрылись. Ну и мы, естественно, подумали, а куда нам масштабироваться, если магазины не работают, и решили тоже выходить на эту площадку. Затем мы начали обучаться, естественно, сперва сами, через разные YouTube-каналы, а потом, когда на своих ошибках поняли, что это нелегкое дело, мы уже решили вплотную этим заняться, брали разные курсы по аналитике. Ну, то есть это такая тема, вроде как выставь товар на сайт и будет продаваться, но на самом деле очень много подводных камней и занимает достаточно много времени. Да, говорят, что, например, вот если даже что-то неправильно начать, если даже не с правильного закупа, то можно уже почти все вложения потерять, да? Все верно, потому что очень многое зависит от товара, от ниши. Если глобально посмотреть на этот маркетплейс, то все товары невозможно уместить в один экран, соответственно, Вайлбер всегда будет сперва предлагать какие-то крутые товары, у которых хорошая выручка и продажа, и только потом все остальные, и нужно всегда быть именно среди тех крутых. То есть проценты... Всегда нужно быть в топе, да? Всегда нужно быть в топе, и тогда будет продажа, да. А как долго вы уже этим занимаетесь, и какой срок работы ваш? Ну, тему я начала изучать еще в 2019 году, а так активно вот пригласил уже мужа запартнериться со мной. Предусловие, я в нее вначале вообще не поверил, до тех пор, пока она не сделала первый результат. Я увидел, что бизнес этот работает, и я ушел со своей основной работой, и сейчас мы полностью вдвоем занимаемся бизнесом на Вайлдберрисе. И оправдали ли ваши ожидания за этот период? Более чем, да. Более чем, да? Ага. И сразу, наверное, перед тем, как уже переходить прямо до сути Вайлдберриса, хотелось бы, чтобы вы сказали, примерный ваш вначале и сейчас примерный ваш доход, для того, чтобы наши телезрители тоже подбодрились и стали сейчас еще углубленнее смотреть на нас и изучать Вайлдберрис. Ну, я, допустим, это же такое считается чуть-чуть некорректный вопрос, когда многие люди не отвечают. Мы так люди сейчас активно ведем социальные сети, и, допустим, до нашего бизнеса на Вайлдберрис мы выезжали максимум один раз в год. Сейчас, в этом году, мы уже запланировали шесть путешествий. Это все благодаря Вайлдберрису, соответственно. За двадцать третий год, да, получается? За двадцать третий год. Мы уже побывали в этом году, уже у нас было три визита в разные страны, мы выезжали за границу, и еще три мы запланировали уже. А вот как не ошибиться, например, те, которые вот... По-любому перед началом есть какой-то некий страх, верно? А что, если не получится, если что-то не так пойдет? Как вот этот свой страх нужно перебороть в первое время? Как вы через это сами прошли? Ну, на самом деле страшно только тогда, когда вы чего-то не знаете, то есть от незнания у нас страхи, нужно, главное, углубиться в аналитику, потому что именно для Вайлдберрис существует много сервисов аналитики, где вы можете увидеть всех своих конкурентов, их цифры, их продажи, количество продаж. В отличие от офлайна, даже тот же самый DoorDoy, да, или торговые точки, вы никогда не знаете, что продает ваш конкурент, на сколько на самом деле. А тут вы любого человека через ссылочку берете, копируете сервис, и все, он вам показывает, какие продажи у него на определенные виды, цветов элементарно, размеров, и уже намного легче сделать, даже просчитать, да, инвестиции, и заходить уже с готовыми знаниями. То есть вы анализируете конкурентов, считаете, сколько вам денег потребуется, считаете, сколько количества нужно отшивать, какого количества больше, в каком цвете лучше стреляет, какие даже фишки продвижения можно у конкурента увидеть, да, и уже у вас есть определенный план. Поэтому обычно страшно тем, кто этого всего не знает, кто делает на интуиции, конечно, у них потом провалы, потому что это нелегко, еще раз объясняю, что очень много людей пытаются сейчас на Wildberries выйти, конкуренция просто бешеная. Но если делать по плану, то будет отлично. Главное знание. Конечно. Я бы дополнил, что не только конкурента, можно и преподавателей, людей, которые обучают выход на Wildberries, тоже проверить и посмотреть, есть ли он, сделал ли он сам свой результат, чтобы обучать других. Кстати, да, сейчас вот можно заметить, да, что на социальных сетях очень много рекламы по обучению Wildberries, там, как там они, как они помогут тебе выйти и так далее. Если у них нет результата у себя, да, то им, мне кажется, доверять будет сложно. И такой же сразу к вам вопрос тут, обучаете ли вы? Да, все верно, мы тоже являемся наставниками, к нам обращаются, и вот как раз-таки по причине того, что можно проверить результаты, очень часто приходят действующие поставщики, которые у кого-то уже обучились, у них не получилось, затем они понимают, что так, скопирую-ка я бренд IP и Emilia в MPStat, проверю, все ли у них нормально, и видят результаты, да, то, что мы на самом деле не обманываем, мы продаем там на большие обороты и приходят к нам переучиваться. То есть вот мы заметили, что у нас, наверное, такой второй этап обучения, да, для новичков, такой более сложный, более подход серьезный, да. Но, конечно, и новичкам мы бы тоже советовали сразу углубляться в аналитику, чем на своих там ошибках очень много денег потерять. Да, ну на самом деле сейчас вот человек, который только начинает свое дело, уходит много рекламы, и ему, наверное, сложно, да, затрудняется. Конечно. Кому поверить, с чего начать и так далее. А вообще вот этот процесс обучения, он у вас с чего состоится? Теперь расскажи. И как долго он длится, вот вопрос, наверное, да? Ну, у нас есть несколько тарифов, есть, где мы ведем на станчество, на данный момент мы, конечно, не набираем уже на станчество, это когда мы от нуля до результата выставляем четкий план, четкие действия. Два-три месяца. Два-три месяца это все идет, конечно. Есть у нас, скажем так, базовый курс, когда мы просто людям объясняем от нуля, вообще прям люди приходят, не знают, что такое Валберрис, мы объясняем, что такое Валберрис, как открыть ИП, куда нужно пойти. И людям страшно, когда они, вот как я пересказала, когда они не знают, что делать, а когда у них есть четкий план, им намного проще становится. Они уже могут пойти по протоптанной тропинке и достичь результатов. И вы в этом помогаете все время, первое время вы с ними, пока не покажут свои первые результаты. Но даже когда мы видим результаты у учеников, мы можем и не только первое время быть с ними, нас наоборот вдохновляет, что человек горит идеей, и там стремится к большим результатам, и мы всегда поддерживаем. Вопрос такой, вот смотрите, они же по идее, как выпускаются, они становятся вашими конкурентами, да? Да. И как вы к ним это относитесь? Ну то есть как бы нет ли какой-то ревности или наоборот опаски? То есть для чего вы их учите? Мы, допустим, обучаем, потому что если не они, то любой другой гражданин из России, из Казахстана может открыть свой кабинет и торговать. Лучше же это будут наши люди, и наша экономика будет подниматься, и вы, возможно, читали новости, что сейчас у нас идет такой промышленный бум именно в тех стиле, очень много отшивается изделий, и сейчас большое внимание уделяется качеству. И мы, вот как бы это наша основа, что без качества вы далеко не уйдете. Нужно отшивать качественно и дороже. Ну, конечно, можно сэкономить и на качестве погореть, а тут мы все подводные камни указываем, объясняем и так далее. Можно еще добавлю? На самом деле, когда мы продаем товары, у нас бывает, что ученики просто повторяют за нами, и, допустим, мы продаем брюки, они такие, я тоже хочу такие брюки. Но почти всегда, да, у нас абсолютно разные результаты. Почему? Даже просто по фотографии, да, мы сфотографировали на блондинке, на, допустим, девушке 25 лет, кто-то взял брюнетку 35 лет, все, аудитория другая будет. То есть отличие оффлайн-продаж и онлайн очень большое. В онлайне есть привязанность к фотке и позиционирование через фотографии. То есть целевая аудитория привязывается к фотографии, а тут мы не можем на них повлиять, да, чтобы они там копировали нас или нет. И еще очень многое зависит от рекламы, естественно. Если мы очень много денег закладываем на рекламу, зависит в какую, да, то есть внутреннюю, то есть для тех людей, кто уже на маркетплейсе, или внешний трафик нагоняем там с YouTube, с Instagram, откуда-то, тоже, люди разные, то есть конкуренции таковой нет. Есть вопрос, сколько денег у вас есть на то, чтобы не иметь вообще никаких конкурентов. Понятно. Ну и вот вопрос как раз касаемо денег, да. Понятное дело, что бизнес открыть, это нужно огромное вложение. Но есть ли те, кто вот с нуля приходит, допустим, у них в кармане, ну, ограничим 10 тысяч сомов, да, грубо говоря. Возможно ли, да, открыть. Возможно ли такое, что вот с этих денег они потихоньку-потихоньку будут раскачивать? Вообще мы с Айпери, спасибо за вопрос, мы с Айпери активно боремся с инфо-цыганами, так сказать, которые говорят, что от нуля до миллиона. Ну, согласитесь, это нереально, не имея в кармане ни цента, достичь каких-то миллионов. Реально отучиться, допустим, на менеджера, это человек, который все знает, и вы нанимаете менеджера, вы продавец на Валберидж, вы нанимаете менеджера, делегируете ему часть задач, и он без своих средств, он просто ваши товары правильно продвигает, работает над карточкой, описание, внутреннюю рекламу запускает, просто как менеджер. И тут он может очень неплохо зарабатывать, кстати. Также очень много появилось сопутствующих профессий, так сказать, которые могут за отдельную плату дорабатывать вашу карточку. Это тоже все, человек может обучиться на дизайнера, допустим, чтобы, знаете, вы, наверное, когда онлайн покупали, часто покупаете куртку, и там пишут размер такой-то, прямо на фотке, текст и так далее. Это все оплачивается тоже людям, и человек может без вложений, опять-таки, допустим, не в товар, не вкладываясь, а на своих знаниях, предоставляя свои услуги, зарабатывать. Ну, конечно же, чтобы достичь больших результатов, нужны и большие вложения. Ну, не настолько большие, там, знаете, там, 50 тысяч долларов, нам люди приходят, говорят, у меня столько нету, я тоже хочу много зарабатывать. Ну, наверное, мы с Альпери такую какую-то золотую середину нашли, это 300-400 тысяч сом. Люди могут для старта, прям, знаете, чтобы и почувствовали они результат. Ага, классно. А вот поделитесь результатами своих учеников, вот есть ли, которые тоже отучились и сразу стали миллионниками, ну, что тут такое, прям, ваши лучшие ученики. У меня, да, у нас есть шикарный кейс, да, про Свету, наверное, пусть Айперишка расскажет. На самом деле, ученики, которые у нас достигли больших результатов, это произошло не в первый месяц, а чаще всего через месяца 3 или там 6. Есть кейсы, когда в первый же месяц выстреливают, но там очень долго человек сидел, анализировал. Допустим, девушка там вложила 90 тысяч, отшила косметички, и она входит в нишу, где нет вообще конкуренции в тренд, да, там плюшевые вот эти были в моде, и 8 марта продает через блогеров, и она сделала 400 тысяч, да, то есть для нее мамочки, сидящий дома, это было вау, круто. Но те, которые зарабатывают от 5 миллионов и выше, это наши самые любимые ученики, которые всегда-всегда пробуют, тестируют, вкладывают, берут инвестиции под какие-то проценты, потому что они знают, да, они знают, что они могут вытащить в любом случае, да, и для себя, как бы, чем больше у вас инвестиций, тем больше у вас возможности тестировать ниш, значит, знать и вырабатывать насмотренность, и уже дальше легче работать на большие объемы денег. Вот они за полгода дорастают, там, до оборотов больше нас, да, 5-10 миллионов, мы понимаем, что человек прям горит делом. А что делать, вот в случае провала, вот, отшил человек, ну, допустим, да, вот те же самые косметички, но не пошло вообще, все, в ноль, и как в этот момент, есть ли моменты, вы, ну, снова, да, смотрите, да. Смотрите, у нас, Айпери, мы тоже очень много ниш перепробовали, самый худший сценарий, который у нас был, это мы выходили в ноль, понимаете, цена выставляется таким образом, что ты, когда ставишь цену себестоимости на сайте, чтобы просто свои же инвестиции вернуть. Алгоритм срабатывает так, но если правильно все сделать, вы можете просто все это распродать, вытащить свои деньги и понять, что, хорошо, я вытащил свои деньги, но зато я получил опыт. Я знаю, что в эту нишу, допустим, нельзя заходить, не нужно и так далее. Я бы сейчас добавила, что здесь, конечно, все равно нужны знания, потому что в любом случае, да, даже при том, что вы сделаете там самую низкую цену, нужно опять же понимать, там, какие фишки есть для слива товара, так скажем, да, поэтому учиться по-любому придется, тут нету такого, что вы такие, попробуй, закину деньги, пойдет, пойдет, не пойдет, ладно, но по-любому придется покупать мозг. Часто говорят о том, что, ну, Wildberries — это онлайн-бизнес и так далее, я буду совмещать там с их другим бизнесом, буду совмещать с основной работой, с учебой и так далее, и так далее. Это вообще реально, если ты, например, вложил деньги, и она как-то сама по себе крутится, ворот, это по этому поводу. Это реально только для тех, кто многозадачен и очень гибок, то есть для супергероев. Но на самом деле, особенно вначале, нужно уделить много времени хотя бы образованию своему, перестроиться на новый лад, набраться навыков. Это требует времени. Дальше, когда у вас эти навыки есть, можно совмещать. Идите, и путешествия. Вот мы уезжаем, параллельно у нас бизнес работает, потому что даже ночью, когда мы спим, сайт работает, да, и у нас по-любому заказывают. То есть это, конечно, удаленно, но чтобы он работал как нам надо, мы всегда сидим и что-то там подкручиваем, делаем. Поэтому, ну, время затрачивать нужно по-любому. Если, например, хотят, чтобы было больше, больше доходов, больше результатов, то нужно постоянно над этим работать. Нужно, можно работать на том же уровне, что и раньше, но нужно больше инвестиций, денег. В общем, развиваться в любом случае. Да, всегда и везде. Хорошо, а вот еще такой вопрос. Ну, допустим, так же вернемся к этому моменту, что вот не пошел бизнес, все провалилось, но весь товар остался, и ты его повторно перепродаешь. Есть такая система, ну, то есть... Телег готовится к провалу. Нет, не то, чтобы... Есть такая система людей, которые сразу письмистские сценарии. Я готовлю людей, а вдруг кто-то вот так раз, и... Ну, то есть, говорят же, нужно быть готовым к провалу, ждать успех, там, а верить в лучшее, что-то такое. Поэтому как в этом случае? Ну, смотрите, когда мы начинали, у нас на самом деле было все негладко, да, то есть мы начинали с кыргызским ИП, в то время, как он, оказывается, не работал, и, соответственно, нам приходилось эти все товары отправлять в пустую, не получая денег. Мы поехали в Москву, открывали фирму, да, то есть для нас какой-то маленький провал был шагом к будущему, потому что мы понимаем, мы уже столько денег затратили, назад пути нет. Идем дальше, вперед. Ехали открывать фирму, да, то есть мы прям полноценно открыли ООО. Ну, для нас, иностранных граждан, это очень большая бумажная волокита, и мы с этим разобрались, да. Приехали, дальше работаем, увидим, что опять какая-то проблема, давай брать еще дополнительный кабинет, да, то есть мы понимаем, что в бизнесе невозможно, чтобы у вас было все гладко и был сплошной рост. Это невозможно. Всегда есть падения, и эти падения нужны для роста. Если человек не готов в целом падать, то, пожалуйста, не смотри на бизнес, будь наемным сотрудником, устройся менеджером, да. Ты можешь, вот наш менеджер, она может элементарно сейчас больше 100 тысяч зарабатывать, учитывая, что мы сами там процентов 70 уже оплачиваем ей, да, она может взять троих поставщиков, четверых, и работать без рисков, без вложений, как бы, наемный сотрудник. Опять-таки, вот, говорят, без вложений до миллиона, это, я думаю, про такие наемников, да, говорят, наемников, наемников, да, наемных сотрудников, да, которые обучаются сначала, потом они ваш кабинет, допустим, за определенную плату могут везти, снимая с вас определенную проблему. Я надеюсь, что нашим гостям было интересно узнать про бизнес-план, про Wildberries, и, как мы хотим сделать из этого вывода, нельзя никогда бояться, нужно рисковать, нужно стремиться и обучаться. А у нас в гостях сегодня были наши прекрасные эксперты по Wildberries, Айпери и Эмиль Тарусбекова. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Айпери и Эмиль Тарусбекова